Сегодня число людей, больных с сахарным диабетом, неуклонно растет. С чем это связано? Каковы причины возникновения заболевания, нам расскажет врач-эндокринолог Секун Валентина. Здравствуйте, Валентина Алексеевна. Здравствуйте. Типы диабета бывают разными. Сахарный диабет – это довольно обширное понятие, которое подразумевает под собой просто повышение уровня глюкозы в крови. Но сам по сахарный диабет по механизму саморазвития бывает разный. Например, первый тип поражает, как правило, более молодых людей, детей, подростков и вызван тем, что клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин, атакуются иммунной системой и прекращают свою работу. То есть инсулина в крови не хватает, поэтому глюкоза не усваивается и остается в крови. А при втором типе сахарного диабета количество инсулина в крови может быть даже повышенным, но клетки нечувствительны к этому инсулину. Это называется состоянием инсулинорезистентности. То, почему стало увеличиваться количество больных с сахарным диабетом, особенно это второй тип касается. Потому что, во-первых, врачи стали обращать на это более пристальное внимание на пограничные показатели уровня гликемии. Потому что врач-эндокринолог ставит окончательный диагноз – сахарный диабет второго или первого типа. Но изначально к эндокринологу ведь направляют врачи совсем других специальностей. Это может быть терапевт, хирург, травматолог, кардиолог. Совершенно любой, в принципе, врач может насторожиться и отправить пациента для дополнительной консультации и уточнения диагноза. Поэтому врачи, как бы говорю, стали более внимательны. Но, во-вторых, образ жизни человека все-таки изменился. Мы стали жить дольше. Сидячий образ жизни, наша работа нам не позволяет много двигаться. Все это приводит к снижению активности образа жизни нашего, физической активности и, соответственно, набору массы тела. Когда вес увеличивается, отсюда и возникает вот это состояние инсулинорезистентности, когда клетки нечувствительны к собственному инсулину. У него становится слишком много, запускается так называемый порочный круг. В крови вроде бы инсулина много, но глюкоза при этом клетками не усваивается. А какие признаки пациента должны насторожить, вот чтобы он обратился? Коварство сахарного диабета в том, что он не болит, если можно так выразиться, да, в кавычках, что человека очень длительное время, особенно для, опять же, второго типа диабета характерно, что человек не обращает внимания на свое состояние, он ничего не ощущает. И только когда уже действительно глюкоза поднимается выше 13, ну, как правило, это выше 13, начинает, да, действительно беспокоить жажда, сухость во рту, какой-то необъяснимый зуд, да, кожных покровов. Но, как бы, по большей части все-таки диабет выявляется случайно при поступлении человека в стационар, где-то в поликлинике на диспонсеризации в том числе, да, то есть человека ничего не беспокоит, он ко мне приходит, говорит, гинекологи направляют, люди к гинекологам приходят, ну, женщины медициды. То есть на диспансеризации выявить его можно? На диспансеризации его и выявляют, да. Ко мне часто приходят пациенты, которые говорят, здравствуйте, меня ничего не беспокоит, но вот на диспансеризации у меня заметили повышенный уровень сахара. Что делать? А как вы лечите, вот как проходит лечение? Как проходит лечение? Для сахарного диабета второго типа самый главный метод лечения – это изменение образа жизни. То есть увеличение физической активности в умеренных количествах. Никто не просит себя загонять уж. Но тем не менее, хотя бы ходьба, даже обыкновенные тоже будут помогать. Снижение массы тела. Снижение массы тела достигается с помощью диеты. И третий этап – это уже подключение именно лекарственных препаратов. Как правило, это таблетированные сахароснижающие препараты. А правда ли, что человек, который болеет сахарным диабетом, не может похудеть? Или это миф? Нет, это миф. Конечно, он может похудеть. Просто в связи с тем, что у него есть вот это состояние инсулинорезистентности, для него это несколько сложнее. Но возможно. У меня есть такие пациенты, которые сказали, нет, я лекарства принимать по своим причинам не хочу. Они похудели, и у них, в принципе, нормализовался уровень углеводного обмена. Есть такое состояние. А пациенты какого-то определенного возраста находятся в группе риска или нет? Сахарный диабет первого типа, как правило, характерен для молодых людей, да. Но, тем не менее, сахарный диабет второго типа, который раньше, как бы, люди старше в основной группе, но в настоящее время диабет молодеет. И у меня есть пациенты, которые 20 и 30 лет, и у них именно второй тип диабета. А также слышала миф или правда, что диабет чаще всего развивается у сладкоежек? Это скорее миф, да, потому что само по себе употребление сладких продуктов не вызывает диабет. Другое дело, что если человек действительно, действительно, по правде, очень много ест сладкого, он имеет при этом избыточную массу тела, что как следствие, да. И в конечном итоге, да, в какой-то момент это может привести к диабету. Еще большую роль здесь играет наследственность. Если у кого-то из родственников есть диабет, то второго типа, да, то скорее всего предрасположенность существует. И вот эта нагрузка, избыточная углеводами, действительно может в конечном итоге спровоцировать, да, сахарный диабет второго типа. Но просто так нет. А какие продукты должны быть в рационе у больного с сахарным диабетом? В рационе все то, что должно быть у здорового человека, в принципе, без любых каких-то заболеваний, да. То есть это каши, неважно какие, гречка, рис, что угодно, каши, макароны, хлеб, да. То есть для диабетика главное исключить те углеводы, которые легко организму усваиваются и, соответственно, дают слишком быстрое повышение уровня глюкозы в крови. Такие продукты – это вот вздобные какие-то продукты, булочки, да, какие-то шоколадки, конфетки. Ну, то есть все сладкое, скажем так, да. Вы хоть и занимаетесь лечением взрослых, но про детей тоже хотелось бы узнать. Детям нужно приходить к эндокринологу? Дети у нас находятся под особым наблюдением. У них есть педиатры, которые их должны активно посещать, да, вызывать на прием. И поэтому, если у вас есть какие-то опасения, обратитесь к своему педиатру на участке, да. И если он сочтет как бы необходимым, необходимым, я бы даже сказала, он направит на консультацию к эндокринологу. А к вам часто обращаются пациенты с сахарным диабетом? Да, очень часто. Очень часто. То есть часто вы являете и лечите? Да. Проходит ли у вас еще диспансеризация в поликлинике? Есть ли какие-то акции? Да, у нас есть акция «Здоровый я», которая проходит до 30 ноября с 8 ежедневно. Да, то есть там, как и на диспансеризации, которая происходит всегда, да, измеряются стандартные показатели, клинический анализ крови, биохимия, глюкоза крови, да, натощак. Обязательно натощак. Это, кстати, важное уточнение, потому что натощак подразумевает период голодания от 8 до 14 часов. Причем голодание, кефир, молоко, молочные продукты перед сдачей анализа употреблять нельзя. Вот, то есть это подразумевает натощак. Потому что если анализ будет сдан на фоне приема каких-то продуктов, то он будет недействителен. Ну, а он будет повышен, это логично, да? Ну да. Да, да, поэтому придется пересдавать, так что так лучше не делать. Если на диспансеризации будет выявлен повышенный уровень гликемии, повышенный уровень глюкозы в крови, то терапевт назначит более углубленное обследование, пациенту позвонят и пригласят на консультацию к эндокринологу. Число заболеваний почему растет? Оно растет не только потому, что и врачи стали более внимательны к этому вопросу, да? Но и сами пациенты тоже. В последнее время появился новый тренд в обществе, что люди покупают себе трекер-браслеты, да? Отслеживают свое здоровье. И поэтому при малейшем там изменении у кого-то у родственников дома глюкометры есть. Тоже вот человек себя почувствовал как-то не очень, да? Да, и он пошел, померил себе сахар, да? Вот. То есть пациент измеряет у себя уровень глюкозы в крови с помощью глюкометра. Это экспресс-метод. Конечно, точнее, из вены брать кровь, но тем не менее. Его что-то настораживает, и вот он уже приходит. Там мы делаем специальные методы исследования и уже ставим диагноз. Либо подтверждаем ли его, либо исключаем. А расскажите поподробнее о таком анализе, как ТТГ. Вообще, что это такое, для чего оно нужно? И нужно ли его сдавать? ТТГ – это тиреотропный гормон. Это гормон, который вырабатывается не самой щитовидной железой, но тем не менее он регулирует работу щитовидной железы. В самой щитовидной железе вырабатывается гормон свободный Т4, мы его называем сокращенно, либо свободный тироксин. Общий не подходит для определения работы щитовидной железы. Почему мы сдаём, когда только подозреваем какое-то состояние, но не уверены в его наличии? Потому что если ТТГ у нас будет в норме, то значит и щитовидная железа чувствует себя нормально. Исключая только совсем уж какие-то явные симптомы тиреотоксикоза. То есть дрожь в руках какая-то такая эмоциональная, ну там прям явно будет видно. Если что-то с ТТГ нас настораживает, он низкий, он высокий, мы назначаем дополнительные исследования уже исходя из этого уровня. Но сам по себе высокий или низкий ТТГ не является показанием для назначения терапии. Только в совокупности с другими анализами. То есть просто отдельно лучше его не сдавать? Нет, отдельно вы его можете сдать как раз для скрининга. Если он нормальный, на этом надо успокоиться, дальше копать не надо. Всё хорошо, надо искать где-то в другом месте причину своих. Хорошо. Валентина Алексеевна, пожелайте и посоветуйте что-то пациентам. Пациентам, у которых выявили сахарный диабет, я бы пожелала сначала выдохнуть, а потом снова вдохнуть. Потому что для многих это становится шоком, таким ударом, что как же так? Теперь нужно менять свою жизнь полностью, нужно изменить подход к питанию, свой образ жизни. Многое действительно для многих это становится прям такой трагедией. Хотя совершенно ничего трагичного в этом нет. Люди с сахарным диабетом живут долго, живут счастливо. Потому что на сегодняшний день у нас очень много препаратов и много методов лечения. Поэтому не нужно из-за этого так сильно расстраиваться. И питание, которое... Вот больше всего, конечно, пациентов беспокоит именно питание. Вопрос диеты. Да, действительно, сладкое лучше исключить. Но тем не менее, остается еще множество продуктов, которые мы и так едим каждый день. Ну кто не ест рис, например? Никто же не запрещает это есть. Вопрос количества. То есть вопрос можно или нельзя, он достаточно уже устарел, на мой взгляд. То есть можно, в принципе, многое, но в разумных количествах. Спасибо вам, что уделили время и пришли к нам на интервью. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Егорова